Так, возвращаемся на третью решающую карту Вичи Гейминг против E-Home 1-1 решающая, собственно Решающий драфт происходит прямо сейчас И команда, собственно, равны Равны, как мы выяснили Вот изначально на старте Коэффициенты от нашего партнера Париматч говорили о том, что Явного фаворита здесь нет Хотя изначально так казалось Ну, наверное, Вичи Гейминг-то все-таки Чуть посильнее, наверное, чуть посерьезнее Играют, но оказалось, что Не тут-то было, в общем-то, и на первой, на второй карте Была борьба, вот просто В самом начале Этого матча E-Home довольно хитро Так задрафтили И обыграли своего соперника На второй карте у них просто немножечко не пошло Хотя драфт у них там тоже был более-менее норм Ну вот, и сейчас вот Третья Третья карта, Ликантроп Снова у нас появляется, только в этот раз он будет Играть за E-Home Бум, Death Profit тоже в пике Любопытно, что у нас Death Profit стали отдавать В какой-то момент этот персонаж вообще из банов не вылезал А сейчас прям Три карты подряд его пикуют Да, да, да Это было пару дней назад На другой китайской лиге Что любопытно И правда тут ДП Возможно, это сегодня такой день Сегодня день, как ты уже говорил Продолжительный Много китайской доты Еще после этого мы посмотрим 2 БО 3 И как-то отмечал Все матчи здесь прям крутые Что не игра, какой-то тег очень известный Против либо так же известного тегнейма Либо против команды, которая просто показывает себя неплохо По поводу Ликана Я вот вспоминаю матчи, которые мы смотрели на BTS Сия И мы всегда говорили Ну, против Ликана Андерлорд Хорошо взять на линии И что не игра Андерлорд обычно линию заливал Игра заканчивалась быстро И от Андерлорда толку не было Может быть Андерлорд это не настолько крутой контрпик Как мы вот говорим каждый раз По крайней мере в наших отрасляциях это не работает Это хороший герой против Ликантропа Просто это герой ланинга ориентированный Если ты приходишь Андерлордом на линию к Ликантропу И терпишь То, конечно, ты потом в игре этому Ликантропу Ничего сделать не сможешь Вообще ничего не сможешь сделать Вот поэтому Надо как бы Когда ты Ликантропа выбираешь Приходить на линию Точнее, когда ты Андерлорда против Ликантропа выбираешь Тебе надо приходить на линию И прям вкачать вот типа пассивку на первом уровне И максимально жестко вообще все динаить Все ластхитить Вот так это работает Типа ты берешь пассивку на первом левеле И просто перекайшиваешь этого ликантропа Не надо брать фэршторм на первом левеле Это бессмысленно против ликантропа И тогда вот как бы купишь Ну типа собьешь ликантропу тайминги Купишь быстрый какой-то вангуард Или там я не знаю Или может кримсон даже сможешь купить И тебя слайна вообще будет не выгнать Вообще не выгнать Вот и при этом ты потом по игре тоже Очень много импакта будешь делать Ну естественно одного андерлорда мало Он просто он мешает ликантропу То есть он не дает ему нормально бегать по драке Он дает очень много стойкости своим тиммейтам Он позволяет просто долго Если что может увести на ульте Там свою команду от шейпшифта Вот но надо понимать что помимо Вот стойкости нужно добавлять Еще и урона какого-то Вот эмбер спирит плюс шэдоу финт Появляется у вичи гейминг в пике Получается шэдоу финт на мид Эмбер плюс гримстроук Связочка на легкой линии Против Марса И возможно лича Возможно дп я пока не совсем понимаю Тут вроде как глаз пик есть у их хоум Но они казалось бы мидера уже выбрали Или тройку уже выбрали Ну Марс кстати неплох против эмбера с гримом Копьем может оттолкнуть эмбера Если на него повесят инксуэлл Он будет пытаться Ну типа подходить близко Чтобы застанеть А Марс может кинуть копье И отбросить эмбер спирита обратно Если хотят мидера ласт пикнуть То хорошим вариантом будет какая-то квапа Если дп на мид ставят И будут ласт пикать четверку Какую-то к Марсу То я... Час очевидный к Марсу Тут вообще без вариантов Что? Течис Течис соберем А, Течис Чё? Мне? Не нравится? Да нет, Течис хороший герой Как бы рофлорофлами Но хороший герой Настолько хороший Что уже честно говоря Начинают немножко от него воротить в ММ Раньше как бы Течис такой ситуативный И у меня на самом деле Никогда так особо с Течисом не горело Потому что Ну он появлялся там где-то изредка Да там Чуть немножечко игру тебе мог подпортить Но сейчас просто в каждой почти игре Это Течис Как то, если есть хотя бы человек, который может типа спамить Течиса Он обязательно его пикнет Войд Спирита в итоге решили взять Ихом То есть это получается Четверка Войд Спирит Тройка ДП И Соло Мид Марс Против Шэдоу Финда Окей Интересно посмотреть, конечно Что из этого выйдет Однако Однако Вот Марс против СФ Мне кажется, что стоит не очень хорошо В общем, милишникам стоять против Шэдоу Финда не очень комфортно Под три рейза можешь подставить У Ксика, конечно, геймплей забавный Не знаю То ли он не хочет То ли ему не дают Ты знаешь, нормальную четверку рабочую Первая игра Клинк 4 Я не то, что говорю, что герои плохие Просто нетипично Вторая игра Эмбер 4 Тут Войд Спирит 4 А вот сейчас Вся мета вокруг таких четверок строится В принципе Странно просто, что это А, ну хотя не Нормальная линия ДП Войд Спирит Сойдет Ну тут, конечно, основной вопрос У меня вызывает Насколько Андерлорд будет полезен в этой игре Потому что Сколько мы игры не смотрели Это касается В первую очередь Матчей на Юго-Восточной Азии Да? На БТС Который уже закончился Это вот как раз Вопрос о Андерлорде Сколько раз Вот На Юго-Восточной Азии Мы смотрели за этим Андерлордом Он постоянно там Свою линию проигрывал В игре ничего не делал Или контроп бегал Всех съедал Посмотрим Будет ли так В этой игре Да От Янга И правда тут зависит Многое На первой карте Напомню На Пангалере У него все было Крайне неудачно Прям не получилось Ни на линии раскрыться Ни по игре Тяжело ему было Против Клока С этими Когами Да и в целом Раз в разом его убивали От Янга Зависит многое Линия против Ликана Сайлар Сразу же отправляет Собак по линиям Пока ничего не купил Ликаны Как мы помним Наверное чаще Можно увидеть Некров Первым слотом А не Доминатор Зависит от игрока Некоторые игроки Все еще считают Что Доминатор Покомфортнее взять в начале Но вот видите Здесь Пока Квикбай с Доминатором Что по закупу Сайларс Стоит Деньги-то остались Думаю Три манги Наверное Не надо брать В этот раз Ложные Хотя С другой стороны В этот раз Он через Некров Играет Поэтому Может быть Мангус Один И есть Смысл Закупить А он Волков Ну да Понятно Понятно Но в целом Случа Он закупается Да Все по классике Через быстрый Домик Будет игра Андерлорда Ломает деревья Захватывает Ванпост Тоже В общем Дефолт Три секунды В борьбе Так Иурос На центре стоит Я напомню вам Что папарацци Он же Иурос Это Человек Который Очень много Чемпионатов Выигрывал На позиции 1х1 Он Всех уничтожал Да Так что Посмотрим Посмотрим И как раз таки Наши дофинных Я помню Это был Дак 2017 По-моему В Шанхае Там он уничтожил На черных Просто Всех И Сумаила И Мидвана И Миракла Да Всех Всех Переиграл Хороший Был турнир Тогда Да Значит Любые турниры Которые были Вне онлайна Были хорошие Сейчас Интернешнл Отменили По остальным Турнирам Непонятно То есть Скорее всего Мажора Не будут Последние Хотя про него Мало слов Если уж Интернешнл Отменили То я думаю Что и Мажоры Как бы Надо отменить Потому что Если уж Главный турнир Не постеснялся Перенести Себя То Остальные Турниры В общем Первые Ланы Думаю Будут Настолько Мощны Все будут Ждать Потому что Раньше Ланов Было Много И ESL Проводит Ланы Постоянно Может быть Там И не только Тир 1 Команды Но Тир 2 Но В ближайшее Время Не знаю Когда это Будет Любой Лан Будет Просто С невероятным Хайпом В ожидании Мы Короче Ну На топе Прям Агрессивно Начинают Ликаны Лич Хорошенько Андерлорда Побили Сайлар Даже не снялся Каких-то Крипов Пропустить В этом Моменте Но Янг Вот она Пассивка Уровень 1 Давайте Внимательно Смотреть Как он Крипов Будет Добивать Здесь Отводит Крипов Лич Нейтральных Под Вардом Все это Прекрасно Видит Игроки Вичи Гейминг Шадуфин На центре Очень много Маны Отдает Прям Вообще Не остается У него И 3 манго Везет Ну как будто 1х1 Стоит Знаешь Дальше Прям Мангусы Мангусы Летят Реально 3 манго Со старта Взял Себе Круто Круто Опа О еще Идеально Стан Получает Шадуфинт Андерлорд Нормально Слушай Нормально Крипов Забирают Убить Не должны Было бы Лич Уровень 2 Я бы сказал Что это Ферстблад Но без уровня 2 нет Янг Будет жить Очень контактная Линия Получается Снизу Смотрю Поспокойнее Войспирит Там просто Спаум Блочит Маленьких Крипов Гоняет ДП Она пока Терпит Там еще Все впереди Когда Ингсвелл 2 появится Удевая Там вообще Можно быть Легко Убивать А вот И уровень 2 появился У Лича Янг Ну нет Фейтболт Слишком сильная Контра Фейтболт Больно Правда Все равно Там есть Манга Ну нет Не пойдет Войт дальше Что по регену Здесь Рубик Без фласа Придется Восстанавливаться Только там Мот и Ферстблад Мот и Ферстблад Заблочил Спаун Вышел Его просто Смогли принять И Ингсвелл Легчайший Ну вот Да Даже без 3 уровня Гримстрока Здесь справились Совершенно Спокойный Гримстрок Кстати Со стиками Имбер тоже Себе стики Принес Там в топе Возня Янг рискует Умереть Ну Ехоум Понимают Что вообще Нужно делать Понимаешь Наталини Они реально Очень агрессивны По отношению К Андерлорда Постоянно Пытаются Его убивать И наконец-то Это сделать Получилось Надо только Еще реген Себе Ликантропу Дотащить И вот Вроде как Андерлорд Нормально Крипов Коэсит Но Из-за того Что сейчас Умер Если еще раз Умрет То Наверное Там Морис Низа Убивают Напали на него Только что Даже без Сайланса И Диуай Диуай Стики Появятся Но куда тут Деваться С вором И Ксинг Стили На самом деле Нагл Образ Но Ладно Для него Это полезно Такой Войтспирит Может быть Как и на первой Карте Клинкс Выйти в Сноубол И всю Карту Уничтожать Так что Будем Внимательно За этим Следить Центральная Линия Шадуфинт Небольшое Преимущество Имеет О Минус корона С головы Сайлора Так там Так ты еще Реген Да Выбили У него конечно Пассивка Уже в 2 Которая дает 4 дополнительных ХП регена 4 единицы Но Пока у него Фулл хп Его еще надо Пробить Как следует Так Не баунтер Он просто Поверап Испавнится У нас Войт находит Дабл дэмэдж И заставляет Пиво Телепортироваться На базу Пиво На базу Жестко Ну на равных Пока что на равных А лично С дд Мне кажется На топе Может хорошенько Андерлорда Побить И с леканом Они должны его убивать Подразмять Подразмять В лично Хорошая анимация Атаки Он Да мне кажется Можно убивать Чего Разбинать Смотри Как лично Будет бить А ну да Окей Окей Этого момента Я не учел Лечу уровень 2 Да и на уровень 3 Синестер гейс прокачивается Только в случае Если там он Левел 3 Прям появился бы В момент Телепортации В основном Снизу Что там происходит Ксинг идет до конца Диуай Должен плюнуть Но нет Ксинг все Идеально делает И это уже 3-1-0 Нажимает фласку Сбивается флаской И добивает Тори своего оппонента Снимает стриг Зарабатывает денежки Неплохие Крипов он там По минимуму теряет Один крип падает Не страшно Я один крип там С рейнджом воюют Вот теперь это немного Успокоили Клич Пришел девардить Оп Нет Next time Телекинез и пиф Вард Денает Что-то много героев На центре В какой-то момент Оказалось Посмотрите Сюда еще Вейтспирит приходит Вард вроде как и есть Но очень мало видит Вот этот вард То есть Нападать Как-то на шедуфин Да непонятно Кто там вообще За спиной у него стоит Такой вард Он дает инфу По руне Но по перемещению Возле Таура Эвроса Информации 0 Можно было бы под арену Попытаться выйти на мид Тут видимо Это как раз и пытаются Сейчас ехом сделать Дивай Стрефится поближе к центру Есть веном Уводит спирита И тапок Поэтому Тут есть такая Небольшая опасность Что все-таки Дивай мог погибнуть Но вышка была уже близко Шедуфин Тем более еще впрякся Поймал правда ремнант Неприятный По крипам у шедуфинда Все супер круто Он ласхитов имеет много Но он очень много Денежек тратил Также и на расходники Поэтому по натворцу Я не думаю Что у него там Если есть преимущество То вряд ли оно сильно большое Ну вот Снова смотрим мы на Андерлорда Андерлорд Левел 5 Фэршторм в 3 Пассивка в 2 Крипстат Один из топовых Но Ликантроп тоже фармит И тоже у него Хороший Нетворс Хороший фарм Вый спирит В итоге забирают На мизик Синку дофлексился Собственно Получил По голове ДП уровень 6 Экзорцизм Имеется Но не хватает пока маны На ультимейт Савером происходит Поэтому могут только Догадки Так вот перемещаться Янг за счет Флоринга Постоянно Толкает топ Не может ли Канг как-то выйти Запушить Ладно Все внимание на центр Тут что-то сейчас будет Деспрофи сюда подходит Это в общем Самый главный момент Почему здесь что-то должно быть Арена у Марса есть Экзорцизм уже включен Ксинка идет дальше Искать героев Рейс Один Рейс Второй Рейс Третий Это папарацци Вот это принял Так принял Не успел В Экзорцизм Рейс Хотя у нее такая возможность Есть Ставится Арена Сайланс на Марсе Сайланс закончился Убивает Гримстрока Этого мало Телепорт от Андерлорда Выходит Сайлар Сайлар Шейпшифти Эурос отходит Чуть назад Рейс По Ликану Еще один рейс Мимо Чины были на Сайлар Он тут немножко Эурос не доиграл Стан от Кентавра Нейтрального Деспрофит Экзорцизм Заканчивается И Разменялись Один в один Башня Стоит Никто ее почти не убил А вот что делать теперь Выход на Лича Лич Рейс попадает Янг По аэрштормам Добил Мы здесь круто все сделали Слишком быстро Вот спирит умер Важная единица Он в драке Ну и под ареной Врагов Почти не сделали Конечно в идеале Как-то Шадуфинда Закрывать И убивать его Можно быстро Но видите Аурос бегал в драке Безнаказанно Вообще его никто не трогал Да в арену он не попал Там в арену попал Только Саппорт один И Эмбер Спирит Который оттуда успешно При помощи Ремнанта Выбежал Шмоточки нейтральные Падают Ликантроп начинает Качать лес Сейчас он будет Поставлять для своей команды Много предметов Дополнительных Ну и Вичи Гейминг тоже Имеют персонажи Которые леса легко Профармливают Например Шадуфинд Выкапывает он Выкапывает Получает Наверное Будет правильным сказать Манговое дерево Рубик Переагревал Аванпост Ценой своей собственной жизни 232 единицы золота Получает Ликантроп За этот фраг Жестко Конечно Неплохой такой фит Будет ли Ликан Дальше в Некров выходить Вот вопрос Меня такой интересует Пока планирует ПТ купить Крайне нестандартное решение Для Ликантропа Как мне кажется Вот сейчас тапки Даже не берут А тут прям ПТ Он грейдит Может он просто не хочет Против Андерлорда Самонов делать На первой карте Ликан также играл Кстати говоря Вот прям один в один Ну там Некра были Конечно Но он ПТ брал Именно ПТ Что возможно Это именно Билд Сайлора С которым ему комфортно Арена Герой неудачный Март еще и получает Сайланс Не может драться Врывается Эмбер Синистрит Гейс Лич еле живой Неужели его отпустят Нет Валетил Эмбер Должны быть фисты Через секунду Ой За двумя зайцами погнались Только что Прям классическая А там фисты Там фисты Твойку всего Окей Но они все равно появлялись Но Лича отпустили Лича просто отпустили Ори мог его убивать В итоге Грима теряет Добивает Войт Спирита Погибает бедный Рубик Бегает Сайлор Его пока ничем не остановить Но он один остался Из проблем Поэтому решил Чуть отойти назад Подходит команда Марс бьет Добивают И Янга И Рус страдает Тролль сетка есть Сайлор подойдет Но больше никто Не сможет подойти Помочь На этом драка завершена Мичи гейминг Плохо провели драку Вот именно как только зашли На хайграунд Там все пошло Не совсем по плану Регенерация Ну стоит забывать еще и про Ультимейт Шадоу Финда О, его сбивают Круто, кстати Просто сетка троллей Копье Это же реально Очень простая комбинация Хорошо работает Там Шадоу Финд Без Юла Какого-то не справится Шадоу Финд ПТ Там Может барабаны Где-то в Курьере А то как-то маловато Где предмет Так у него На Творс 3 300 Вроде как Да ладно Ладно Вроде как Все на месте Две церклетки Правда вот этих Любопытных Не нуль Не брейсер Меня это немножко и удивило Что ничего не апнуто И блокинг бар дальше Сразу Никаких там Ни юлов Ничего Талон для Викана Шикарный предмет Выпадает Он еще и в момент Фармейн что-то получил Ну что неудивительно Шанс там большой И вот ПТ И дальше Некрам Андерлорд Андерлорд хорошо Вот он снова Андерлорд Есть у Вичи гейминг Будем внимательно смотреть Как Янг сможет Противостоять Ликану Пит работает на бумаге Хорошо На деле не всегда Ликан может Максимум Получить и выбежать На деле он не работает Вообще Потому что он даже В единицу еще не вкачан Пит хорош Когда он там Под Макшин Тут арена пошла Это минус Янг Сто процентов Эмбер Спирит должен Придеть спастись А есть что-то еще Контроля нет больше ДП не успела Поздно Поздно прилетело Если бы Сайланс был Могли бы еще Эмбер здесь подцепить Так Финт Пытается там Скастовать какой-то реквиум С невидимости Но у него Запас душ Не максимальный Поэтому От его реквиума Особо урона не будет Даже если там Чуть ли не в упор Скастовать реквиум Дамага мало залетит Бедняга Гримстрок Без тапка бегает На 12-й минуте Эврос конечно красавчик Взял лопату Выкопал баунтируну Пополнил боттл Идеально просто Удобно Очень удобно Лопата просто нетипична На мидерах видеть Типа Штубинда Неужели никаких Приметов Ну там Лопата здоровья РНП3 неплохо На самом деле Ну ладно Хорошо Пусть бегает с лопатой Которая и правда Дает здоровье Манга 3 на бане стоит Машни на центре падает Лекан тут Делает свою задачу Виально Задинаить не получилось Вышку там Финт пытался Замахивался На тычку Но Безуспешно Ори покупает Спирит в Весе Вот Урна появляется Уводит спирита ДП найдут здесь Но ДП достаточно быстро Ее тяжело здесь схватить Она все нормально Уйдет А вот Лич не уйдет Похоже Там битва саппортов Происходит Правда это не конец Это только начало Но шип-шип На Грима Гриму здесь деваться Уже некуда Без вариантов Телепорт нажать Невозможно Вот С троллем Атака на ДП Все же ее нашли Атаковали Сифон от Фейтбиана Сформа от Фейтбиана Дал Сайланс Добил Рубика Фейтбиан И вот тебя пожалуйста Против трех героев Нажал все кнопки Которые были Экзорцизм Здесь не требовался И получилось убить Сам Фейтбиан на ходе Обидно что урна Быстрый живучий Так к синку И не приехала Он В боте вроде бы Там что-то Он же был там в боте Когда Ликантроп Убивал Гримстроука Вроде где-то Недалеко находился И вроде в топ Сейчас прибежал Тоже урны у него нет То есть он На два фрага Посмотрел Его команда Урны У него не было В этот момент Поэтому сейчас нет зарядов Не очень конечно приятно Прошу бы заряды Урну получить Интересно К синку Раскачивается Конечно Ремнант в 4 Наверное Такая раскачка И на четверке Водит Спирити Цепанули здесь Недерлорна Он успел ультануть Но успеет ли улететь Не успевает И Рубик тоже Ооо Конвейер Конвейер пошел Конвейер на месте Подрубается экзорцизм Тут глиф Отгоняют Самонов Отгоняют героев Здесь игроки команды Вич и Гивинг От своей терловышки Но что-то мне подсказывает Что без андерлорда Этот тавер задевать Будет ну уж очень трудно Сюда приходит Имбек Спирит Получает копье Что по Сайлансу Сайланс есть Но давить не хочется Пока что Реконтроб Без Шейпшифта И возможно даже Все-таки оставят Эту вышку в покое И хоу Не будут дальше Прессинговать ее Отступят Некрал понемножку апаются Глядишь уже Следующая атака Будет с третьими Некрами С доминатором С ПТ Двенадцатый уровень У Сайлора Эмбер Тем временем Ори Десятый уровень Только Шейпшифт На Финда Сейчас побегут Кажется да Да Как-то непонятно Есть Солбайнд Такие Ильич здесь умрет Да не-не Здесь Немножко Странный Коу Блатвай Если он здесь Хотел драться По Т1 Телепортироваться Не проблема Сразу же Смоук Знает что Шейпшифта Не будет Хорошее преимущество Будет драки Да и Некра Там не вечные Хотя ладно Некром не было В прошлой драке Они сейчас появятся Стан на Андерлорда Ставится арена Копье Как же глубоко Давят И неужели безнаказанно Но надо хоть кого-то Убить Марс Вольно Марса убили Фрак для Шадоу Финда Проблема У Фринстрофа Он из драки уходит Ставится ремнант От Войн Спирита И Разменяли Марс С другой стороны Марс Здесь мидер Андерлорда Тройку Ну так-то получается Не очень хорошо Поменялись Андерлорд уже привык Терпеть Мне кажется В этой игре Постоянно умирает Он даже Наверное Уже и не рассчитывает Быть какой-то прям Полный контроль Этого Ликантропа Он не стал Выкачивать Свой Второй спел Не стал Кримсон Гард Покупать Вопрос тогда В чем смысл Этого Андерлорда Просто залайнить Ликантропа Чтоб он мог Лайнить его Там вроде как Любые другие персонажи Тоже лайнить Ликантропа Могут Проблема Не в этом Проблема Немножко в другом Что Ликантроп Бегает по драке Всех убивает Ну ладно Тут надежда Пока еще сохраняется У Эмбер Спирита Хороший Нетворс Он дальше Выходит в БКБ У Финда Тоже вроде как С Нетворсом Все в порядке Не самый типичный билд Мы видим сейчас От Эуруса Это БКБ Плюс Шэдоу Блейд Во-первых Порядок покупки Артефактов Такой любопытный Да обычно берут Сначала Шэдоу Блейд На разгон Чтобы какие-то еще Соло фраги делать Потом берут БКБ И к тому же К тому же Сейчас намного Более популярным Является билд Через Юл Юл Даггер БКБ Там ты потом можешь Выйти в какие-то Физ ДПС артефакты Но очень часто Финды первым артефактом Берут именно Юл Потому что Потому что это возможно Сделать соло фраги Потому что это Мана реген Который позволяет Чаще использовать рейзы Пока Финда здесь Цепанули Под Ремнант Он нажимает БКБ Сразу чтобы его Не задизеблило Хотя тут По сути-то Поблизости никого И не было Это пустое БКБ Только чтобы выжить И по поводу Шэдоу Блейда Этот артефакт Не подходит для Эскейпа Например Как нередко бывает Неуязвимость Равно невидимость Потому что Лекан С третьими Некрами То есть очень интересно Как вообще Эврус этот Шэдоу Блейд Если он его купит Он еще не купил его Как он собирается Его реализовывать Тут фраги надевая Через арену Все понятно Так что такой Выбор Пока не до конца понятный Будет интересно посмотреть Что вот Эврус Хочет этим предметом показать Рубик Ворует Сворм Но Лекан Шип-шип нажал Некра нажал Без шансов Андролорд Потому что не факт Что успеет улететь Вообще не факт Ай-яй-яй Ой-ой-ой Слишком больно Ну вот тебе и контра К Лекантропу Да-да-да Раз за разом мы это наблюдаем Что Ни разу это не контра Не, ну Может быть чуть-чуть контра Это лучше, конечно Чем герой Который вообще не может Никак отпушивать линию Хотя, как мы уже увидели Клок Смотрится против Лекана Очень неплохо Закрываешь в когах И просто Эта собака Не может никуда выбежать Там же Как и с Вот этой ямой Андерлорда Коги работают Ты можешь поставить яму Даже не особо В этого Лекантропа попасть Но ему все равно Некомфортно по драке бегать Он там Так или иначе Может в ней Ну Как бы Застрять И с когами Аналогичная ситуация Ты ставишь коги И Лекантроп Если в каком-то там Узком пространстве Драка идет Он постоянно об этих коги Будет биться Для него это тоже Не очень хорошо Просто у ямы Чуть побольше Скажем так АОЕ Подцепили его Испирит И убили его Без проблем здесь Остальные игроки Команды Ихом Пытаются отступить У Лекантропа Нет шипшифта Еще 30 секунд Так что Здесь ему особо Не рады Нечего ему тут делать Пытается сейчас уйти АМАРС купил Блинг Первым слотом Чтобы арену Ставить хорошую Вроде как У него Неплохо получалось Изначально Вот Но сейчас уже требуются Какие-то ДПС Артефакты От Мизера Все-таки Так или иначе Он корпозицию Занимает Три стычины От Ори Ори Байтит на копье Но Копье В КД Он не знал Откуда Тяжелая ситуация У Вичи Гейминг Андерлорд на карте Потерялся У него очень мало денег Очень много смертей У Янга Постоянный фокус Получает от Лекана Плюс один Вот на плане И Марса Скрывается Просто ставишь арену Андерлордом Не без проблем С Леканом убиваешь Деспрофит Офармливает Свой Аганим Лекан Впереди Планеты всей Пенетворсу Сайлор очень много денег На прошлой карте Я напомню Сайлор покупал себе После вот этого билда Кирасу 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 Здесь Вити Прибегнул к Блокингбару Может быть и на прошлой карте Блокингбару бы не помешал Потому что Очень много на него Было контроля С Блокингбаром Таких проблем не будет В миде Какая-то заварушка Может сейчас произойти Ехоум Нападают Здесь Смотрим Да, минус Рубик Пока что Но это был Смоук Я так понимаю Шадо Блейд От Финда Появляется Осталось теперь его реализовать Где-то Как-то Подвзорвать Какого-нибудь героя Лекантропа Подвзорвать трудно Потому что он постоянно Как ты верно отметил Под Некрами Сф пока телепортируется Шадо Блейд Вот открыть Шадо Блейд Да, но там Некро активный Поэтому не А как выходить Не совсем понятно Они хотели сыграть Прикольно Через Инксвел Шадо Блейд Был бы в невидимости Сф Арена ставится Блэкинг Бар Жду Финда Рекиум сразу же заходит Эмбер Спириту больно Ори живется Он Байн Фовет Спириту И Личу Хороший бит Дес Профит с экзорцизмом Грызет Дивай Дивай под Сифоном Эврос Блэкинг Бар Закончился Пытает отстреливаться До последнего В итоге Взрывается Ну и убивает Посмертно Фейт Биана Ликан под Спирит Веселом Пытается из драки Сайлору идти Больновато ему Лучше в драке Не задерживаться Тем более что Шейпшифт уже закончился Ну и хороший пит Но выиграет И он достаточно времени Да Слушайте Очень больно Там конечно Прокатился Эмбер Он хоть и умер Но урона выдал Огромное количество Вместе с Фаерштормом Янга Это минус 3 Потеряли Шадо Финда Потеряли Эмбера Эмбер в этой драке Еще был без Блэкинг Бара Дес Профит Правда Тоже была без Блэкинг Бара Немного и денег не хватало Сайлор Также Блэкинг Бар Себе не довез К этой драке Но он ему и не пригодился Теперь хотя бы Спирит Весел Будет не страшно Можно ли сказать Что Вич Гейминг Отковырялись В этом моменте Я вот смотрю Сейчас на графике И вроде вижу Что они даже Золото больше заработали Да наверное да Наверное да Я думаю башня осталась Они потеряли Двух кор персонажей А два кор персонажа Команды Хоум Остались в живых Плюс-минус Секунда БК Бена С СФ Так что я бы не сказал Что это прям Удачное обстоятельство Если мы Расцениваем Данную ситуацию С точки зрения Что Ликантроп Не спушил вышку Это как бы очень круто То наверное да Это приятная новость Для команды Радиент Что Ликантроп Не забрал очередной тавер Не сузил пространство Где вы можете Безопасно фармить Но с другой стороны Как бы ничего хорошего Для Вичи Гейминг Тоже не произошло С точки зрения Размены героями Вичи Гейминг Смоуки сейчас идут Вот так Вот если они сейчас Марса шлёпнут А они кажется Шлёпнут Потому что мы сбили Влин Он сейчас приземлится Обратно в яму Копьё ещё Рубик украл Тоже очень хорошую способность Аркейнцу Примаси в 4 Если этим копьём Пиф пригвоздит Какого-нибудь Героя К вышке Или к дереву Или там К текстуре какой-то Стан будет очень долгим В боте У нас Ликантроп Пушит Андерлорд Пытается помешать Получается пока не особо хорошо Немножко задержал просто Сайлора здесь Янг Но Янг со своей задачей Всё равно справился Зачем он сюда пришёл Сейчас Янг К сожалению умрёт А вот Амана нет Появляется Амана Там умирает ДП Ну тогда Ну куся тут серьёзнее Конечно От Сайлора Под Блэкинг Баром Не нажал по Блэкинг Бару Что самое интересное Не убил бы Некров не было в тот момент Там пить Это правда Одна секунда Блэкин Бара Это конечно неприятно Но ничего страшного в этом нет А мы смотрим Какое-то продолжение Посмотри Выходит Войт Спирит Получается Лики Несс Есть Сайланс Вот оно копьё От Рубика Которым ты рассказывал Так долго И нет После копья К сожалению Никакого продолжения Для Рубика Не последовало Хотя он всё круто сделал Дивай пытается уйти Дивай успевает Не было Нечему Что может в Рошана Телепорт Рошана Хотя там Мандерлорд уже спаунится Нет Рошана Тогда Ихоум Да Если ДП появится Быстренько С экзорцизмом Наверное можно Там арены нет Шипшифта Начнётся какая-нибудь Драка неудачная Для Ихоум Пожалеют Мне кажется Они что в Рошана Пошли Сами Вич Гейминг Рошана вообще забрать не могут Если посмотреть на их пик Вот как Эмбер Спиритом Андерлордом И Шадоу Финдом Вообще можно пойти Рошана быстро забрать Для этого надо сначала Драку какую-то серьёзную Выиграть И потом сразу же Пойти в Рошпит Потому что И то если они задержатся Они рискуют Нарваться на Свежих героев Ихоум Которые вот после спавна Успеют прийти сюда И как-то там Поспамить скиллами Вот поэтому Вообще Вич и Гейминг В принципе Желательно играть В верхней части карты То есть Отправлять туда Какого-нибудь одного Эмбера У которого Ремнант будет рядом К Вот верхней части карты И просто Чтоб он там отпушивал Как-то если что На Ремнанте бы прилетел Потому что Стоит сейчас Игрокам Вич и Гейминг Показаться в боте Большим количеством героев Вот в команде В принципе Показаться большим количеством героев Как Ихоум могут просто взять Поражать Некров Поражать Экзорцизм И тут же забрать Рошан И это не очень хорошо Вот В этом кстати тоже Большая Большая трудность Большая проблема Для команд Которые играют Против Ликантропа В Кампларах Тут пошел у нас Ультимейт От Ликантропа Есть еще Арена Пытаются сгрызть Здесь Андерлорд Андерлорд Приквозили к стенке Арены Эурус под ПКБ Наваливает Вроде как Неплохо Наваливает Но Недостаточно Хорошо Для того Чтобы Может Аршана выйти Прямо сейчас А не идти Куда-то давить Быстренько Ну время есть Да Там 30 секунд Должны быстро Аршана забрать Вот видишь Как вот Все Лико У Ихом Они парочку фрагов Сделали Причем Не сказать Что Хотя Что значит Незначительные фраги Это все-таки Андерлорд Который очень сильно мешает Тут даже Важна не сколько Позиция Которую вы Уничтожили Да Там Убили типа Тройку хардера Ну казалось бы Тройка хардера Ну типа не страшно Да Его можно отдать Но Андерлорд Очень много для драки Делает Если вы его убиваете Если не Приходится бегать По фэршторму По Вот этой В яме Застревать Постоянно То драться Намного удобнее И Хомом Становится А вот Эмбер Спирит Он как раз В драке Пока особо Ничего не делает Как мне кажется Я по крайней мере Не ощущаю Может это просто Незаметно Знаешь Эмбер Спирит Который Долго в тимфайте Живет Постоянно Фистами Чинами Там врагов Цепляет Он ведь тоже Довольно серьезный Урон наносит Просто Мы видим Ликантропа Который вбегает И просто зажирает Моментально Персонаж Мы видим Шэдофинда Который может Реквием кастовать И еще там 2-3 рейза Сверху И это тоже Как бы очень Хороший Такой взрывной урон А импакт От Эмбер Спирита Он может такой быть Не совсем очевидный Имеется ввиду Дэмэдж Он рассчитывает На какую-то Более-менее Длительную драку Влетает Подэнксвел Он цепляет Лича Шипшук Пошел Сайланс Успели повесить На Ликантропа Он не сможет Но он не может Никуда деться Он по кругу Просто бегал Туда-сюда И единственный Кто не улетел Забавно это выглядело В форуме Тем более Привращается Вроде как мгновенно Ну Гримстрок тоже Типа не улетел Ну Наверное Значит Не так уж и плохо Все могло быть Намного хуже Ну опять-таки Если посмотреть На ситуацию Прямо глобально Там Вот В этот раз Да На предыдущий Тимфайт Мы такую аналитику Давали Что мол Типа Там Шэдоуфинд Проражал бы КБ Умер он Умер Эмбера Два кора у Яхом Выжили здесь Погибло два саппорта У Вичи Гейминг При этом два Блэкинг Бара Прожали Марс или Контрол У Яхом То есть это как бы Хорошо наверное Для Вичи Гейминг С точки зрения макро Но ситуации в целом Это не особо меняет Преимущество По-прежнему Десять тысяч За команды Дайер И вот они Просто Вот как бы Идут и давят И что ты с этим сделаешь Тандерлорд пытается Отспавить Каплю просто Не самый удачный Если бы к стенке бы пригвоздил Может что-то бы получилось Телепортируем Рубик с Инксвелом Рубик с Копьем Может быть куда-то Ой Контр-атах Посмотрите Выходит игрок Киехом Вперед Сайланс Отлично По-троим Шедоу Финн С Блэкинг Баром Пока не нажимает Барабы Блэкинг Бар от Эвроса Пошел Пытаются убить Деспрофит Деспрофит На сифонах Есть Ю Остается все еще Фейрик Креквиум от Шедоу Финда Кривоватый какой-то Но никого не его не боится Так Синг здесь Умрет Из плюсов Но уйдет ли Эмбер? Похоже нет Не уйдет Сергейс Добивают Эмбера Байбеков нет Крепы подойдут Экзорцизм закончится Надо смотреть Пойдут ли ухом Да наверное пойдут Наверное хайграунд Надо идти Некра появится Хераса появилась Это еще больше возможностей Для пуша Ну хайграунд Не хайграунд А Т2 вышку то уж точно заберут И возможно на мид перетянутся И там тоже Т2 сломают Даже на Т2 не пойдут Ладно Я немножко переоценил Желание ухом зайти На базу У Ундерлорда уже спаун Сильверэдж Покупаешь Эдуфин Да Он уже пару минут имеет Против Ликана Типа Или что А каким образом Против Ликана Сильверэдж Работает Типа пассив Я больше А что там 50% урона Это как бы немало Но Брать Ты же не всегда Во-первых Можешь попасть по нему Не всегда Даже Слишком Говорю Слишком мало Действует эффект брейка Для такого артефакта Как Сильверэдж Вот его там что-то Пытаются переработать Добавляли ему Чтоб он реген резал Потом убирали Зачем-то Просто сделаете так Чтобы брейк Действовал Не 4 секунды А хотя бы 6 Но 4 секунды Это же катастрофически мало Для того чтобы Ну там убить какого-то Ну вот для чего ты берешь Сильверэдж Для того чтобы вырубить Пассивку Тимберу Например Да А если у него уже Какой-то армор на стак Так ты не можешь Его убить за 4 секунды Все равно Если он там Жирный Силов Каким-то Цепанули Андерлорда Андерлорд умирает Очень быстро Под ареной Ория Прожал Пока Б Уходит Вот для меня Это главная загадка При формировании Баланса Почему до сих пор Ничего не сделают Сильверэдж Только вот его режут Режут и режут Неужели такой прям Артефакт хороший Крутой Что надо постоянно резать Реперкит Выпали киты Да пока команде Хом они не нужны У них стоят Т2 Все на карте На 32-й минуте игры А вот Вичи гейминг Предмет не помешал бы О Айурос Да интересно Билтами получается ПКБ Сильверэдж И дальше рапиру В общем да Вопросы остаются По поводу Сильверэджа Понятно что артефакт такой Который еще и ослабили В последнем патче Но вот здесь В этой игре Насколько он полетит Пока не совсем понятно Сайлар Выходит Шип-шип-тенет Пропадает Айегис Марс пытается быстро убить Рубика Рубика убили Его не будет долго Дивайн также погибает Байбек остается Принимает Андерлорда И его не ощущают Поднимают фьюл И Янга также Добьют Остается один И Иурус урона На треке Почти никому не нанес Просто через блокинг бар Убежал Верховам настолько лень Даже идти Крипов там ввести сюда Что Сайлар просто Бэкдор пробивает Уже на 32-й минуте Конечно Неадекватно Очень долго не будет Игроков Вичи Гейминг Гримстроу Выкупается Но тут уже экзорцизм И здесь как минимум Одна линия упадет Как минимум Возможно даже две Ммм Я не знаю Что-то я Немножко удивлен Эурусом Его выбором Да тут и выбор Эуруса тоже Очень сильно порешал Он в целом В игре наверное Сыграл не максимально Круто Хотя статистика У него такая Достаточно неплохая 6-2-6 При условии Что 19-35 В нем просто Очень много денег лежит Но эти деньги Не получается реализовать В драке удачно В чем проблема Сильдер Рэдж Это все один предмет Он стоит очень много Да То есть А что бы ему тут помогло Мне кажется Какая-то шива Может просто Для команд Какой-нибудь такой Полу Какой-нибудь магический финт Вполне мог заехать И две линии Действительно упало В этот раз Вич и гейминг Не сдаются Будут бороться до конца Очень крутые Нейтральные предметы Их ом попадали Там есть Орбов Дестракшн Или Контроп Это просто идеальный Слот для него Шип-шифт Рубик тоже ворует Шип-шифт Да Ой, как больно Там несколько ударов Но в итоге Ликану нужно отсюда уходить Блокинг-бар у него остается Сайлор нажимать его Конечно же не будет Вообще За ним Рубик-то бежит На паучьих лапах Забавно Очень быстрый Так, что там По имбирю Новенького Кираса Он дофармливает Ори Кираса Кираса Ну Что-то наеби Борзел И рак рыба Как говорится Тут Водспирит Что-то немножко Это Занаглел Он Рубика Хотел убить Почти на базе И получил По шапке За такую наглость Мало что меняется 22 тысячи Переезда Команды Их ом Деспрофит Офармливает Шиву Марс Выход Вагоним В арене Будет очень много Урона Хотя и так От него Очень много Урона Теперь уж Особенно Больно Будет Кая Ого Кая Сэнш Будет Я этот артефакт 500 лет Не видел На профессиональной Сцене Крутой артефакт Для героев Таких как ДП Которые являются Интовиками И при этом Танками В каком-то Смысле И Сэнш Дает Дополнительный Реген Он Реген Дает И ХП Дает И Вообще По-моему Статус Резистанс Тоже Да Должен быть Да Да Статус Резистанс И Восстановление Здоровья Дополнительное Для ДП Прям Идеально ДП Много Дивай Дивай Дает Сэлбайн Что пусть Какие-то Способности Выдает Ну и Андерлорда Принимает Слишком мало У него Предметов Для такой Минуты Чтобы он Как-то Переживал Урон Далебарда Нужна Какая-то Вести Далебарда Еще Очень далеко Только Один Белт Лежит В рюкзаке С этим Сыт Не будешь 40 секунд Нет Андерлорда 55 Нет Гримстрок Ихум В полном Составе Активирован Экзорцизм Атака На Рубика Ох Как Отлично Что-то Марс Ворвался Ударил Сразу По Трем Героям Добивают Рубика Рубик Также Без Бая И Должны Делать Игроки Ихум Мега Крипов Подходит Некра Входят Криф Доминатора Волки Дозолятор Шагуфин Покупаешь Хоть как Деньги Инвестировать И прописывается Командой Личи Гейминг GG 2-1 Ихум Легко Такая вот Встреча Забавная Получилась Первую И третью Ну не сказать На самом деле Что было прям Супер легко На первой На третьей карте Но Ихум Смотрелись Уверенно Я Доволен Игрой Не могу сказать Что прям Поражен Но доволен Молодцы Четко все сделали Хорошо сыграли А Ихум Наступили На вот эти вот Грабли Андерлордовские Против Ликантропа В очередной раз Андерлорд Проигрывает Ликантропу Притом Линью Отстоял Он Не так плохо Вот правда Не так плохо Он отстоял Он фармил На уровне Разница С Ликаном Андерлордом До минуты Десятой Была Может быть Две сотни Золота Совсем чуть-чуть Да А толку А толку То Ну в общем Тут Да Я хотел бы Выучить китайский Спросите Папарац Что он хотел Этим Селивераджем Это доказать Это главная загадка Особенно против Некров Вот этих Третьих Он реально Не смог Даже с обычным Шадоу Блейдом Как нередко бывает Выходишь Реквиум Даешь Бды Взрывается Там все Герой Какой-то Моментально Умирает Такого не было Так Что у нас Форсаж Дальше По расписанию А дальше У нас По расписанию Матч ЛГД Против команды Астер Вау Хорошо Очень Очень Сочно И Что самое крутое Мы закончили Идеально В 12.00 И это значит Что матч Должен вот-вот Начаться Но я думаю Закладывайте Минуты 15-20 Пока Приготовятся Команды Одмин Одмин Да Должен Сообразить Что надо Сделать Лобби Потом Всех Дождаться Это займет Какое-то Время Да И прежде чем Уйти на паузу Мы вам с Лексом Напоминаем Что наш партнер Приматч раздает Бонусы Кликайте на баннер Под стримом Дождите Этот бонус Если оно вам интересно Если оно вам надо Вот мы же с Лексом Уйдем на Паузу И вернемся С драфтом Первой карты LGD Против Команды Астр Команды Команды Команды